Мне сейчас 29 лет, и я руковожу группой «Нанофотоники». Мы изучаем различные аспекты взаимодействия свет с веществом. Мы можем полностью заменить нашу электронику на чипе световодами, волноводами, по которым идет свет вместо проводов. Ну, наверное, мой путь в науке начался со старшей школы. Я учился в техническом лицее 1501, который известен своими дополнительными изысканиями в различных областях естественных наук. И я понял, что хочется связать свою жизнь с какой-то технической специальностью. После окончания учебы в лицее я поступил в МГТУ имени Баумана на кафедру электронной технологии в машиностроении, на которой всецело реализуются бауманские русские методы обучения инженеров. Когда ребята, начиная раньше с 4-го курса в мое время, а теперь даже с 3-го, могут заниматься в лабораториях кафедры научной работой. Для меня это было создание тонкопленочных покрытий, которые применяются во всех сферах микро-наноинженерии современной, в том числе в области фотоники. Фотоника изучает взаимодействие света с веществом. И, соответственно, закончив кафедру, я получил возможность стажироваться в нашем научно-образовательном центре функциональной микро- и наносистемы, где мы начали большой проект по наноплазмонике. Это часть фотоники, которая изучает взаимодействие света с металлом и возможность его фокусировки на наномасштабах, что открывает большие возможности по интеграции фотоники с современной электроникой, по созданию сверхчувствительных устройств сенсорики. И фактически в каждой сфере современной науки может быть применено. Мы изучаем различные аспекты взаимодействия свет с веществом. Это также плазмоника, создание на ее основе сверхчувствительных сенсоров, использование ее для улучшения возможностей современных источников света. А также новое довольно для нас направление, которым мы занимаемся последние несколько лет, это создание устройств интегральной фотоники, когда мы можем полностью заменить нашу электронику на чипе световодами, волноводами, по которым идет свет вместо проводов. Это позволяет использовать световые волноводы вместо проводов на схеме, что неизмеримо ускоряет вычисление и позволяет реализовать новые принципы обработки информации. Среди своих открытий я могу выделить создание идеального материала для устройств наноплазмоники монокристаллической пленки серебра. Это сверхтонкий материал толщиной всего десятки нанометров, что в тысячу раз меньше человеческого волоса, который фактически не имеет потерь. И существует такой металл, серебро, который теоретически обладает практически нулевыми потерями, но на протяжении последних 60 лет ведущие мировые группы работали и не могли создать такой материал. И мы со стартом этого проекта поставили перед собой такую цель. И после более чем 200 экспериментальных партий смогли добиться поставленного результата и создали фактически идеальный материал. Данное устройство открывает дорогу большому количеству современных областей, включая квантовую обработку информации, квантовый интернет, возможно, может быть использовано в современных вычислениях. Прежде чем можно начать работу в лаборатории нашего научно-образовательного центра, необходимо пройти многостадийную процедуру переодевания. Это связано с тем, что работа происходит в чистокомнатном производственном помещении, и самым грязным в этом чистокомнатном производственном помещении является человек. Мы создаем при своей работе устройство с нанометровыми, микрометровыми размерами, и любая попавшая частичка пыли или волос человека может полностью уничтожить работу нескольких недель. Мне сейчас 29 лет, и я руковожу группой нанофотоники. Это порядка 7 человек ребят от 30 лет и младше, которые работают в том же направлении, что и я. Мы предлагаем стажировку у себя в центре ребятам, которые обучаются в основном в МГТУ имени Баумана, потому что им это просто объединять с учебой. И если им нравится, и если мы видим, что у них идут успехи, мы приглашаем их у себя уже оставаться полноценными сотрудниками. Ребята рады попробовать свои силы в сферах, которые они изучают в институте. Для них это большой шанс, потому что наш научно-образовательный центр является одним из ведущих в России с точки зрения работы с микро- и наносистемной. И для них это большой шанс попробовать то оборудование, о котором они читали только в учебниках. Мы видим поддержку со стороны государства, потому что, естественно, невозможно из одного источника собрать такое финансирование, которое позволит реализовать лабораторию мирового уровня. Очень бы хотелось, чтобы в России появлялось больше таких точек силы, точек роста, потому что здоровая конкуренция или же возможность использовать оборудование у наших партнеров всегда мотивирует к работе и также может позволить просто создать какой-то технологический рельеф в стране, который разовьется не только в какую-то научную среду, но и в высокотехнологичное производство. Одну из целей, которые мы перед нами сейчас ставим, это воспитание нового поколения ребят, которые в том числе могут работать и в сферах микроэлектроники, создания микроустройств, которые смогут вывести Россию в технологические лидеры в нашей среде. Редактор субтитров А.Семкин